Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Обсудим очередной видеоролик. Германия, украинские беженцы. Как пособие получать, так и в Германии. Как налоги платить, так и в Польше. Ну что, Лариска у нас зашла в магазин. Юлька ей дала команду купить там пропер или что там купить. Ну, короче, ходила она, бродила, там ничего не могла найти. Ну, а потом уже дальше все по списку, как я поняла, она покупала. Ну, наверное, Юля ей написала список, чтобы та купила то, что необходимо. Ну, она еще там показывала товары, потом останавливала кадр, потом опять товары. Ну, в общем, мы уже, по-моему, с вами выучили все, что там есть в этих всех магазинах, куда ходят старостенки. Ну, а потом уже, да, она уже объявилась дома, пришла домой. Юлька уселась, как баба на чайнике, как всегда, на распаковку. Рассказала, что она трудилась в поте лица и тела. Работала, уборку делала, порядки наводила. А потом ее как понесло, как понесло по поводу этих шкафов. Что там, такие сякие. Я даже не буду говорить, ребят, те слова произносить, которые она говорила. А говорила она, оскорбляла, что вот, написывают там мне в комментариях, что вот так вот, значит, пишут, что эти шкафы нам бесплатно отдали, мы их не покупали, а мы их покупали за 100 евро. Короче, там орала, кричала, ругалась, потому что, видите ли, все она купила за свои деньги. Ну, собственно, ребят, можно, конечно же, сказать, что и за свои деньги. Но только это не ее деньги. Ее деньги – это те, которые она заработала. Правда же? Вот если я заработала, это мои деньги. Если заработал муж, это его деньги. Но в то же время наши общие. Потому что это наш семейный бюджет, это семейный доход. Там же семья, похоже, только Лариска и Юлька, больше никого нет. Поэтому там семейный бюджет, семейный доход. Но этого дохода, походу, нет. Хотя почему? Доход есть. Она в Ютубе зарабатывает деньги. Дальше Лариска что-то там, если зарабатывает и ходит куда-то, хотя я не верю особо в это. Ну, и, значит, орала, выступала, выступала, что вот это вам не модно, это вам не красиво. Короче, слушайте, она не знает уже, как вытолкать за деньги, причем приличные деньги, эту свою меблю. Потому что жалко даром отдавать. Но сама ведь на эту меблю деньги-то получила от Германии. За какие свои она покупала, вот чтобы её кто спросил. Это деньги, которые выделила Германия. Но точно не те, которые она заработала и купила. Ребят, ну, я неужели не права? Ну, и дальше, да, это ругань её, эти скандалы её. У неё же вечно скандалы. Потом она там рассказывала про кого-то, вернее, это уже Лариска рассказывала, что кто-то якобы получает пособие в Германии, одержит там фирмы в другой стране и налоги там оплачивает. Потому что там налоги меньше, и якобы никто об этом не знает. Одна Лариска у нас всё знает. Слушайте, вот мне интересно, что прям-таки взял человек и рассказал, что у него фирма в другой стране, да, и он там платит налоги, а здесь пособие получает. И так прям взял и всё выложил на блюдечке с голубой каёмочкой Ларисе. Я думаю, что это опять нафантазированная история с самой Лоркой. Ну, а почему старостинки распродают, тоже непонятно. Ну, возможно, они тоже скрывают свои доходы, и по этой причине они сейчас уже не знают, что делать, и, возможно, удочки пытаются смотать. Возможно, где-то вляпались и быстрее, опять же, удочки сматывать. Ну, а может быть, Джоб-центр сказал им, что им пора с этой большой квартиры съезжать в квартиру поменьше и оплачивать самим. Ну, тут пока ещё не очень-то известно. Ну, Юлька получает с Ютуба деньги. Чё ей? Она получает, похоже, столько, сколько выделяют ей пособия. Дальше распаковка, да, что она там достала? Инжир в коробочке. Говорит, я думаю, каждый пенсионер в Германии может позволить себе в этот месяц одни продукты, в другой месяц другие продукты. Откуда тебе знать, Юлька, что может позволить себе пенсионер в Германии? Тебе откуда знать? Вот прям все знающие. Всё они кругом знают. Дальше сливочное масло в распаковке. Да, в баночках. Юля говорит, много не ем сливочного масла, потому что у меня там поджелудочное, поджелудочное. Кстати, видели, сколько у них лекарств в шкафчике. И говорит, не ем много. Мы, ребят, с вами видели, как она картошку ест с маслом. И пельмени тоже видели, как она ест с маслом. Это та, которая немного, совсем немного ест масла. Дальше Юлька сказала, что майонез, который покупали они, с привкусом. И она это поняла, когда ела салат с редиской. Ребят, я выпала в осадок. Я-то думала, она редиску со сметаной ест. А она ела редиску с майонезом. И прикиньте, это сколько надо было туда наплюхать майонеза, чтобы вся эта редиска покрылась им. Я просто в шоке. И это у неё поджелудочное. Масло она не ест. А сметаны сколько, вернее, майонеза сколько ест. Ну, капец. Я не знаю, как девки не боятся, что там уже все внутренности поражены. Там же жизнь сплошная. Сколько они закидывают в себя гадостей. Ну, дальше горошек, майонез, тыковки и супчик можно с тыквой сделать. И прикиньте, это она же всё тащит. Это тащит такой груз. Столько еды. Капец, ребят. Вот и скажите, пусть даже это тележка. Но наверх всё нужно затащить. Это вот, знаете, вот жрачку они готовы таскать, наверное, по 50 килограмм точно. Потому что это жрачка. Дальше капуста, баклажаны. Лариска выбрала то, что самое лучшее. Ну, и говорит, что... Ой, мы с Ларисой, Юля говорит, решили тут сделать... Короче, решили сделать они с творогом, с чесночком, такие как рулетики. Ну, да, я помню, уже что-то делали с этих баклажанов. Что там получилось? Фиг чего и сбоку бантик. Дальше Цукини показывает. И объясняет, что это Лариса по дороге в магазин заезжала. Ага, куда по дороге? Куда? Домой ехала или на работу ехала? Куда ехала? Это она специально отчитывается. Ну, типа, что Лариса ходит на работу. Ну, и дальше, конечно же, конечно же, про еду, про готовку. Как вкусно соус с баклажанами, какая-то вкуснятина, да с картошечкой, да протушить. Это просто объедение. В этих головешках у старостенок ничего, кроме жрачки, по-моему, нет. Абсолютно ничего. Ну, еще кроме жрачки, конечно, деньги. Деньги, деньги, еще раз деньги. Потому что без денег не будет жрачки. И представьте, на удивление все. Больше ничего Лариска не купила. Как-то больно мало. И мистер Пропер не купила. Сказала, в своем магазине купит. И, походу, заблудилась в свой магазин. Уже не смогла зайти. Потому что надо было тащить груз. Знаете, вроде совсем ничего. Но тяжело. Да. Но это еда. Поэтому тут будешь тащить хоть 10 километров. Ой, омлета, говорит, хочется. Молоко, говорит, есть в подвале. Представьте, они закупаются молоком. Ну, порошковым, скорее всего, которое может храниться в подвале. Но это же порошковое, не в морозильной же камере у них молоко стоит. И вот представьте, там вода, молоко, закатки. Макарохи. Это так закупались, так закупались. А сейчас мебель распродают. Бежать, что ли, собрались. И куда все запасы? Девки, ешьте побыстрее. Поэтому они, наверное, мало стали так закупаться. Уже давайте, съедайте все. А то придется продавать. Да, будете выставлять на продажу. Воду, макарохи, огурцы, помидоры. В общем, цирк, блин. Ну, и в окончании Юлька сказала, что все. Про шкафы вам я рассказала. Про продукты я вам тоже рассказала. Сейчас, говорит, будем кушать. И в самом конце прям про котов. И не забыли включить в список котов лялю. Чтобы все думали, что она у них есть. И она жива и здорова. И якобы она там балуется и вредничает. Но так балуется, что на кухню никогда не заходит. Супер! Правда, ребят? Это же надо считать людей так вот за дураков. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.